Конец июня, а летний сезон по сути только начинается. Из-за погодных условий море еще не прогрелось, но на пляжах и набережных большое количество отдыхающих. И санитарное состояние этих территорий должно быть под контролем районных глав. Это ваша ответственность сегодня. Не просто так по фотографиям смотреть, а непосредственно ходить по территории, видеть эту территорию, следить, чтобы за каждой улицей были закреплены, чтобы на улицах были. Нарекания со стороны городоначальника сегодня были высказаны в адрес руководителя Хостинского района. Скопление мусора в контейнерах и закрытые пляжи Синего моря недопустимо, отметил Анатолий Пахомов. Ведь согласно закону, люди должны иметь свободный доступ на городские и пляжи-санаториев, арендующих эти территории у муниципалитета. Мэрия за последние годы проделала колоссальную работу по доступности пляжных территорий. Так, например, ЭДМ по иску администрации судебным решением собственника обязали убрать забор. Если он не сделает это самостоятельно, то его снесут судебные приставы. Продолжается на курорте и работа по пресечению сброса сточных вод. Мы единственный город, кто бьется за это чистое море. Мы технически очень много сделали. Прежде всего, это рекультивация свалок, прежде всего, это строительство очистных сооружений, это строительство коллекторов. И сегодня мы стоим на минимуме. А у нас самый главный этот минимум – это осознание людей. Население постоянно предупреждают о необходимости подключения к централизованному канализованию либо установке лосов. Тех же, кто продолжает нарушать природу охраны и законодательства, будут отключать от водоснабжения. И компромиссов в этом вопросе быть не может на кону здоровья сочинцев и гостей курорта. Больше всего нарушение отмечается в частных секторах в районе ЛОО. Мэрия выделила средства на решение этих вопросов. В районе смонтируют новую насосную станцию. Говорили на планерном совещании еще об одной проблеме в городе – поступлении налогов в казну. Предприниматели, не заключающих договоры с работниками и выплачивающих зарплату в конвертах, выявляют и наказывает специальная межведомственная комиссия. А вот привлекать к ответственности бизнесменов, не встающих на налоговый учет и предоставляющих нулевые декларации – задача налоговой инспекции. И в этой части, особенно со средствами размещения, пока не все гладко. Наши объекты размещения не платят. Это тоже факт. Они нас обманывают. И даже те, которые оформляются потом, когда в апреле месяце, закон так написан, что в апреле месяце, они должны подать до апреля месяца декларацию. Они подают нулевую декларацию. Тем, кто сдает жилье в наем, необходимо оформить патент. Это выгоднее и дает гарантию для ведения бизнеса. А город, в свою очередь, получает доходы в казну. В администрации созданы мониторинговые группы, которые проверят малые объекты размещения и поставят их на учет. И в интересах коммерсантов самим выйти из тени.